Привет, друзья! Это новая прием, о которой мало кто знает, но у нас в школе человек будущего Homo Futurus это знает прием. Прием градусник напряжения называется. Вот мне пришлось недавно обучать специалиста, который волонтер. Волонтер бесплатно обучает различных пациентов, женщин, онкобольных и так далее. И там же есть женщины, которые собираются рожать и очень боятся этого. Но есть много проблем. И вот есть, вот смотрите, в чем эта суть. И это очень полезно будет тем, которые придут на вебинар у нас в четверг сейчас в 8 часов, как открывать таланты. Там тоже этот прием будет нужен. Поэтому новички, кто не знает этого приема, они должны знать. Он связан с визуализацией. Это новый прием визуализации, который одновременно является индикатором, то есть градусником внутреннего напряжения, и в то же время его регулятором. Это очень интересная штучка. Я много раз на бесплатных ликбезах и на вебинарах это показывал, но кое-кто не обратил на это внимания. А это очень существенная вещь. И вот смотрите. Значит, начну с того, что есть приборы биологической обратной связи. Это когда внутреннее напряжение, внутреннее состояние человека с помощью различных приборов выводят на экран. И человек визуально, наблюдая за своим внутренним состоянием, пытается его регулировать. И на самом деле так и происходит. Так вот в данном случае, в данном приеме, который называется индикатор внутреннего напряжения или градусник напряжения, просто шкала стресса от 10 до нуля. 10 – это шторм, 0 – это тишь и благодать, это благоденствие, это нулевое состояние, а это просто буря, это максимальное напряжение, это страх, это какой-то дискомфорт, это головная боль, дико, или еще что-то. А это когда все нормально, все в равновесии, такое спокойное, безмятежное состояние, в этом состоянии как бы безвремение. Да, ну такое состояние между сном и больством не бывает. Так вот, если раньше были приборы для биологической обратной связи, визуализация своего внутреннего состояния, повторяюсь на внешнем индикаторе, то сейчас можно вот это использовать. Вы визуализируете свое внутреннее состояние. Например, здесь и сейчас, в данный момент, а не вчера, час назад, или потом, вот именно сейчас. Вы просто визуализируете, представляете, на каком вы сейчас находитесь деление на этой шкале от 10 до 0. Например, вы находитесь здесь, или здесь, или здесь. Вы так визуализируете. Затем вы пытаетесь найти в себе состояние успокоенности. то есть снизить, снизить на шкале стресса вот этот рычажок. И вы заметите, что когда вы ищете способ внутренний, образ ли, какое-то положение тела, дыхание ли, и у вас действительно на визуализируемом градуснике напряжения снижается рычажок, то на самом деле вы научаетесь не только быстро определять уровень своего внутреннего напряжения без всяких приборов, а чисто визуализируя мысленно, вентально, виртуально, понять, в каком состоянии вы находитесь. И если вы высоко находитесь, вы можете также мысленно рычажок снизить, люди просто не все знают, как это по принципу биологической обратной связи регулирует ваше состояние. Вот вы попробуете несколько раз это сделать, поймаете себя в каком-то стрессе, визуализируете мысленно этот индикатор, и рычажок сдвиньте, и вы увидите необыкновенное явление, что вы на самом деле можете так хорошо влиять на свое состояние, о чем вы даже и раньше и не подозревали. И очень много людей одним таким способом визуализации и снижая мысленно рычажок регулирует свое состояние. Попробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...